Всем доброго дня и сегодня у нас с вами будет тема, связанная с консолидацией данных в Excel. Именно сам инструмент консолидация, потому что под словом консолидация можно подразумевать достаточно много всего. Эти команды можно выполнять и посредством каких-то функций, просто сбор данных, а вот мы разберем именно консолидацию данных. Возможно, в обычном таком более простом варианте она знакома и просто какие еще бывают особенности, где что можно будет доработать. То есть мы посмотрим, что делать, когда у нас в табличке есть объединенные ячейки и также посмотрим, как можно, сама программа это не предлагает, осуществить подписи названия листов. То есть это когда мы делаем консолидацию из разных источников, например, располагающих на нескольких листах, и программа, к сожалению, подписи названия листа сама сделать не может. Но с помощью даже без макросов, без всего, немножечко функций, можно все это доработать. Формула практически, она получается достаточно уникальной, то есть ее потом можно, ну, условно, как образец себе где-то оставить и перекидывать из одного источника в другой. Так, ну, кто, если со мной не знаком, то буквально два слова. Меня зовут Ольга Кулешова, я являюсь преподавательным специалистом. Ну, уже достаточно приличный срок, скоро будет ровно 15 лет. В матче своей занимаюсь экселевским направлением. Мною были написаны три учебника для Microsoft. Ну, и по-прежнему контактная информация, кто со мной уже знаком, она, в общем-то, остается все той же. Какие-то посвященные, естественно, Excel-статьи, также потом будут видеоролики всех этих наших вебинаров по мере их обработки. Они тоже в виде ссылочки представлены у меня в разделе на блоге merxm.ru. Или всегда вот где вы видели на специалисте у нас страничку бесплатные вебинары, да, семинары. Там же всегда есть типа завершенные, ну, прошедшие. И там тоже они все. То есть они выкладываются, естественно, на канале специалиста, а я просто дублирую, чтобы удобнее было находить. Ну, а общую информацию в разделе преподавателя, да, или вот специалист-тренерков, ну, кратко мои инициалы тоже можно будет, кто со мной не знаком, узнать. Ну, как я говорила, в матче своей, конечно, занимаюсь Excel-ем. То есть все, что касается пока, за исключением программирования, эти курсы, методические материалы все написаны мною. Но, тем не менее, на одном Excel-е я не останавливаюсь, да, то есть Excel-это, конечно, наиболее частый. Я также, меня можно встретить на Access, Visio, PowerPoint, Word, Outlook, ну, то есть практически можно сказать во всем офисе. Так, значит, что мы сегодня с вами рассмотрим? Ну, мы посмотрим консолидацию, напомню, ну, как бы от А до Я практически, когда у нас данные будут в одной таблице, что, в общем-то, при некоторых задачах это тоже очень удобно и быстро. Также мы рассмотрим консолидацию, когда у нас будет несколько табличек, ну, это, в общем-то, основной, ради чего оно было создано. Также мы посмотрим, как быть в случае, если в наших исходных табличках, здесь уже не столь важно, сколько их, у нас окажутся объединенные ячейки, то есть что делать с ними, ну, и то, что уже программа сама делать не может, но мы это обязательно сделаем, это создадим подпись и название листов. Вот, собственно говоря, это то, что нам предстоит сделать. Значит, здесь, ну, вебинаре, кто, как бы у нас удаленно, я вам тут оставила в материалах ссылочку в личном кабинете, в принципе, оно тоже вроде бы как сообщением, если что, я ее на OneDrive оставила. То есть как вариант вы можете параллельно делать, или здесь уже кому как удобнее будет, вы можете файлик скачать, а потом уже, когда видеоролик появится, вы можете еще раз повторить снова и снова. Ну, то есть смотреть, как будет удобнее. Так, значит, в источнике, в общем-то, ничего такого сверхпривлекательного нет. Это обычный такие ряд табличек. Ну, и сразу скажу, что вообще нет никакой разницы между тем, в какой версии Excel вы это будете делать. То есть везде, где уже присутствует консолидация, ну, а это практически во всех последних версиях, которые у нас только есть, они везде-везде присутствуют. Ну, вот я отчетливо помню, начиная, по-моему, с версии 6.0, ну, естественно, все это давно уже там есть. Итак, ну, первый вариант, например, ну, это как воспоминания, или чтобы, если кто не задумывался, тоже можно будет это проделывать. Есть небольшая табличка, ну, в данном случае я не стала гигантские источники брать, где, например, есть даты, хотя они нам сейчас не очень интересны, наименования, и, например, некая колонка, допустим, проверенных штук, там, получены, поставлены, любой параметр, да. И нам нужно быстренько, например, на текущий момент получить по каждому наименованию сумму всех этих проверенных штук, да. Напомню, консолидация всегда начинается с того, что вы не указываете источник, а вы указываете ячейку, где вы хотели бы расположить, ну, ваш результат, консолидируемую таблицу. Поэтому я указываю, например, я такую заготовочку сделала, ячейку пусть будет там F2, ну, и затем, куда мы идем. У нас на вкладке «Данные» в группе «Работа с данными» располагается наша кнопка «Консолидация». То есть в самой программе она присутствует именно здесь. То есть вкладка «Данные», группа «Работа с данными», «Консолидация». И вот такое простое окно к нам всегда приходит. Значит, здесь мы выбираем в первую очередь, конечно же, материалы, материалы, функцию, в которой мы хотели бы обработать наши данные. Ну, обычные 11 функций, нигде не бывает ни больше, ни меньше. То есть это такой фиксированный набор функций. Ну, наиболее часто и, конечно, располагается верхняя часть из списка. Наиболее часто мы используем, конечно, сумму, количество, там, средний, минимум, максимум. Произведение, ну, честно сказать, даже вот так на памяти не помню, что кто-то использовал. Что касается отклонений и дисперсии, это для таких изысканных любителей разных там статистических данных, ну и вообще в целом всей статистики. Вот. Значит, ну, оставим сумму. Затем ставим курсор в поле ссылка. И здесь, по сути дела, наша задача выделять исходные диапазоны. Причем сразу оговорюсь, независимо от того, исходные диапазоны находятся у вас на одном листе, на разных листах, или будь то в разных файлах, разницы практически нет никакой. Единственное, если данные находятся в других файлах, то следует, прежде чем отправиться, выполнять команду данные консолидации, просто их предварительно открыть. Вот и вся, собственно говоря, разница. И здесь, раз я хочу посчитать по каждому наименованию, то я и должна выделять, как бы, начиная с наименований. Ну, я тогда с наименований и выделяю два столбца. То есть наименований и проверенную штуку. Вот я здесь, как бы, и для красоты отчасти так, я сделала, что у нас табличка не начинается с первой строки, да. Отчасти, если бы она начиналась с первой строки, можно было бы выделить прямо столбцами. Ну, а так как первая строка пустая, то уже тогда мы себе этого позволить не можем. То есть выделение первой строки всегда должна содержать, ну, по-хорошему, заголовок. Так, ну, например, скажу добавить. Ну, в принципе, когда мы делаем один источник, это не столь важно. Даже когда мы в конечном итоге потом скажем окей, он все равно его сюда добавит. Потому что когда мы говорим добавить, он всегда наш диапазон вместе с названием листа добавляет в список диапазонов. Теперь что будет дальше? Дальше у нас есть такой вот замечательный блок, называется «Использовать в качестве имен». Если мы выделяем данные вместе с заголовками, то мы всегда ставим галочку эту подпись в верхней строке. Ну, такую роль, особенно, этого инструмента мы вскоре узнаем еще и на следующих листах. И теперь вот маленькая особенность. Консолидация имеет какие-то свои алгоритмы. И вот один из них накладывает ограничение того, что данные, по которым мы с вами их объединяем, должны находиться в нашей табличке, выделенные в самом левом первом столбце. Поэтому если бы я выделила, начиная с даты, то консолидация тогда бы шла исключительно по датам. И уже по второму столбцу, ну и по следующему, она могла делать только обработку. Если галочку значения левого столбца не поставить, то в этом случае мы просто не будем понимать, какие данные мы получили. То есть цифры есть, что получили, непонятно. Поэтому можно сказать для простых вариантов, когда у нас там одна табличка или несколько, как бы тут вариация, конечно, немножко есть. Наиболее часто мы ставим и подписи верхней строки, так как выделялись заголовками, и значения левого столбца. Создавать связь с исходными данными в данном случае нет никакой необходимости ставить, потому что связь работает только при условии, если источник и ответ находятся на разных листах. Сейчас все на одном листе, поэтому нам эта программа сделать не позволит. Говорю «Окей». И в результате мы тогда получаем абсолютно нормальный результат. Ну, единственное, консолидация, как и всегда, не научилась что-либо писать в левой верхней ячейке. Это из версии версия повторяется, то есть никаких особенностей здесь нет. При этом, если вдруг вы захотите какую-то другую операцию, вы всегда можете вернуться в окошко консолидации. Если на этом листе вы что-то делали, вы всегда видите, что было. Я вот просто сейчас еще разочек загляну и просто уберу галочку как подписи верхней строки, так и значение левого столбца. И просто чтобы вы видели, что в этом случае в ответ я получаю. Вот, если у меня двух галок, то реально, вы видите, это просто опять те же самые данные. Если, например, я уберу только, ну, как бы оставлю подписи верхней строки, то, ну, собственно говоря, сильно лучше это не выглядит, появляются еще заголовки. Если я поставлю только значение левого столбца, ну, вот здесь тогда, вы видите, в данном случае, так как табличка одна, ну, как бы алгоритм обработки годится. Но в целом, как вы понимаете, лучше особо не рисковать странностями всякими разными, а указывать, что у вас есть и заголовок, и подписи левого столбца. И, кстати, вот просто еще один из вариантов, ну, просто уже построено, может выглядеть и вот таким образом, когда у вас в ответ получаются просто вот эти суммарные цифры, а какое значение в данном случае за какое наименование отвечает, ну, и серия секретов. Вот, поэтому, если вы забудете там поставить какие-то галочки, не удивляйтесь, что ответ будет далеко не тем, которым вы вообще планировали увидеть. И, понятное дело, что никаким форматированием он здесь уже не занимается, мы получаем только данные на текущий момент, то есть при необходимости вы всегда можете добавить, например, там, данные полученные, да, допустим, там, 5 сентября. То есть связки с исходником никаких нет, поэтому это такие фиксированные числа. Ну, форматирование, если нужно, займитесь уже самостоятельно. Так, теперь давайте окажемся в пример 2. Здесь я оставила две таблички. И, например, в данном случае, ну, я не стал делать много столбцов, чтобы компактно здесь уже, как бы, цели нет такой пока. И, в принципе, особая разница между тем будет у вас 3 столбца данных, там, 5, 45, в принципе, нет никакой вообще. Так вот, опять указываю ячейку, где хочу видеть результат, ну, например, ячейка F3, и опять отправляюсь в окош консолидации. Ну, соответственно, задача выделять источники, да. Выделяю первую таблицу вместе с заголовком, говорю добавить. Выделяю вторую таблицу вместе с заголовком, говорю добавить. Если вдруг я увлекусь и попытаюсь выделить два диапазона, ну, одного и того же, да, диапазона и дважды добавить, а второй раз, естественно, добавлять не буду. Вот, к примеру, если я сейчас скажу окей, то, вот, как я и говорил, видите, первый раз он в этом случае дает результат какой? Сложил, а что сложил, непонятно, да. Ну, тут я могу, конечно, если у меня идеальные таблицы, ввези одинаковое количество позиций, вот, например, городов, да, одинаковое расположение, я могу, конечно, там скопировать, но все же так не стоит делать. Поэтому я удалила полученный странный результат, вернулась обратно в окошечко данной консолидации, и я ставлю галочку подписи верхней строки, и, соответственно, значение левого столбца. И тогда в результате мы опять получаем уже собранные данные, и понятно, где что. Ну, первый ячейк, как всегда, если что, копира. Так, это, ну, как бы одинаковые заголовки, да, то есть тут все как бы на месте. А вот теперь похожий примерчик, но с некоторым отличием. Мы увидим на третьем листе. Здесь вы видите, я что сделала. Я взяла и в заголовочке, где было просто количество объектов, добавила, например, ну, здесь, правда, у меня, видите, здесь 15-й, здесь 14-й. Это из серии, видимо, я немножко шутила. Ну, тогда вот так сейчас поправлю. А то просто в целом-то неважно, мы цифры получим, просто будет казаться, что это не то. Я просто поменялась здесь 14-й, здесь 15-й. Так вот, смотрите, если мы опять пойдем таким же образом, то есть мы указываем ячейку, отправляемся в окошко данной консолидации, и также выделяем наши данные вместе с заголовками. Одну табличку добавить, вторую табличку, и тоже говорим добавить. А вот теперь смотрите, например, если я не поставлю галочку подписи верхней строки, то что будет происходить? Наша программа найдет, что это, например, город Москва. Она также найдет город Москва в другой табличке, и просто будет складывать данные по порядку. То есть второй столбец всегда со вторым, третий с третьим, четвертый с четвертым. В принципе, иногда такая ситуация тоже может быть, если я хочу сразу получить без указания конкретики, в каком году что было. То есть я намекаю на то, что даже если у них будут немножко разные названия заголовков, но при этом одинаковый порядок расположения данных в табличках, то это можно как бы решить. То есть, например, я сейчас поставлю только галочку значения левого столбца. И когда я скажу «Окей», то несложно видеть, в принципе, мы получили правильные данные. 188 и 181 – это как раз и будет наше 369. Ну, даже если в уме не хочется считать, то выделю две ячейки. Внизу в строке «Состояние» программа нам четко это укажет. То есть даже наличие отличия в заголовках в этом случае не имеет никакого значения. Но для чего иногда делают отличия в заголовках? А для того, чтобы быстренько, даже если у вас данные разных табличек, разные листы и так далее, это не столь уже важно, чтобы быстренько собрать и сразу все видеть. То есть я еще раз зайду в окошко консолидации и попрошу теперь к тому, что было еще в подписи верхней строки. То есть что мы тогда заставляем? Мы заставляем программу в этом случае считать заголовки. То есть она вычитала, что здесь, например, количество объектов 2015-го, она смотрит, если в другой табличке в первой строке будет такой заголовок и уже будет не столь важно, на какой позиции он находится, значит она вам работает. Нет, значит просто перепишет эти данные. Соответственно сейчас она увидит, что у нас один заголовок количества объектов 2015-го года, другой 2014-го. И так как они все разные, то я должна на выходе получить две колонки. И тем самым получится что? Что мы с вами в одну табличку, даже если у нас будет несколько разных диапазонов, быстренько как бы взяли, ну и на текущий момент, потому что у нас сейчас здесь нет привязки к источнику, подвязали эти данные. И сразу легко увидим, что там в 14-м основном, в 15-м, ну уж если сумма нужна, это уже нужно будет добавить еще одну колонку и обычной суммой рассчитать. Поэтому вот иногда бывает так, например, у вас данные могут быть там за первый квартал, второй, третий, четвертый. Один вариант, вы можете сразу получить цифру, ну и только годовую. А другой вариант, если вы прямо в заголовочках подпишите, где-то там первый, например, квартал, второй, третий, четвертый, вы прямо сразу получите такую более широкую табличку, где будут указаны все отличные по названиям заголовки. Соответственно, если в какой табличке встречается, значит эти данные обрабатываются той операцией, которую мы закладываем. Нет, ну, соответственно, получаем самый обычный вариант. Так. Ну, то есть, в принципе, это вот как раз-таки разница в том, когда мы с вами ставим эту галочку подписи верхней строки, или когда мы ее не ставим. Поэтому в зависимости от того, что у нас есть, а реально может быть только две ситуации. Либо у нас совпадение идет по заголовкам, ну, это отличный шикарный вариант, тогда уже не столь важно, подряд они идут, или в разных позициях, либо заголовки могут быть отличные немного по названиям, но тогда должно быть четко их расположение. То есть, если, например, количество объектов всегда второй столбец, ну, предположим, там, не знаю, объемы там работ в третьем всегда, да, там стоимость этих работ в четвертом и так далее, либо заголовки. Вот одно из них. Так. Ну, а теперь немножко нестандартного. Окажемся на листе пример 4. Ага. Ну, вот видите, я вам оставила абсолютно пустую табличку. Это... Я забыла сюда добавить данные. Ну, давайте их добавим достаточно быстро. Выделим с вами верхнюю табличку. Прямо вот данные, где должны быть все сразу. Введем с клавиатуры знак равно. И воспользуемся функцией, которая называется случайный... Ну, генератор случайных чисел. Она называется «Случ между». Ну, или в английской версии она называется «Between». И вот, например, там я также делала... Давайте поставим нижнюю границу 100, а верхнюю, например, 199. То здесь вы всегда сдаете две границы, и он может генерировать только целые числа. Поэтому, если вдруг иногда вам нужны какие-то дробные, то вы можете сгенерировать целые, а потом уже там делить на 10, 100 и так далее, в зависимости от масштаба. Ну, и тогда сразу имеет смысл формулу завершить нажатием «Ctrl-Enter». Напомню, «Ctrl-Enter» – это завершение ввода формулы или значения во все выгодные ячейки. Ну, и потом можно сразу сказать «Копировать» и скопировать данные в нижнюю табличку. Ну, сейчас понятно, что, особенно если вы будете нажимать еще клавишей в 9, то в этих обеих табличках данные будут меняться. Ну, наверное, для какой-то проверки давайте сделаем как. Скажем, для этих данных в одной табличке и потом в другой используем возможности специальной вставки по замене формулы значениями. То есть выделите один диапазон с нашими данными, скажите «Копировать». Ну, и там же можно правой кнопочкой специальной вставки выбрать значение. Если вдруг у кого 2007-я версия, у вас там нет таких параметров вставки, тогда прямо приходите в окошко специальной вставки и здесь говорите значение. То есть в верхней, в нижней табличке аналогичный день действия все сделайте. Ну, просто чтобы, если вы будете делать несколько попыток, чтобы вы могли проверить, что числа те, а то вдруг что-то не так. Ну, например, у вас есть такая табличка. Если объединенные данные вообще будут в самих прямо значениях, то, увы и ах, вам придется заниматься снятием разбиений, возможно, заполнением каких-то ячеек пустых, какими-то данными. Ну, я имею в виду, если они там должны быть, например, у вас было 3 ячейки объединенные, в каждой должно было быть это значение, тогда придется амин. Ну, а если будут какие-то пустые, это, в общем-то, все не критично, пустая, никаких требований нет. Так вот, вы можете даже пока сейчас за мной не повторять эту последовательность действий. Как вы понимаете, раз я предлагаю не повторять, значит, она будет вряд ли успешной. Так вот, я, например, выделю ячейку, то есть пойду, как обычно, да, консолидация, пусть будет также сумма. И вот, например, я выделяю один диапазон, говорю добавить, выделяю другой диапазон, говорю добавить. Ну, и вроде бы как сверху есть заголовки, да, слева есть заголовки. Но когда я скажу окей, то в результате смотрите, что получилось. Ну, сказать точно, что вы получили, можно только сейчас, вот проанализировав реально цифровые значения. То есть как он в этом случае поступает в виде объединенной ячейки, да. Вот если присмотреться, в Москве получилось 267. Что это такое? Это январь, вот у меня, например, 154, плюс январь второго года 154. Это и есть 267. То есть если у нас есть объединенная ячейка, ну, на несколько, да, то в этом случае он может даже поругаться. Это один из вариантов. Или второй вариант, он будет просто вот тупенько обрабатывать данные первого столбца в этой объединенной области. То есть если, например, здесь было бы название города, ну, предположим, там, квартал или объекта, да, то реально получилось бы, что название города, а объект был бы просчитан только один. То есть иногда человек, когда вот так вот получает такой результат, говорит, о, классно, мне уже по квартальной все посчитали. А на самом деле, как мы только что выяснили, это посчитано в каждом квартале только по значениям его первого месяца. То есть другими словами, этот ответ неправильный. Так вот, единственный вариант, когда вы сможете получить данные в этом случае, будет только при одном условии. Если не важно, что у вас здесь есть, например, вот, ну, как бы не сильно приемлемая, да, вообще для Excel двойная, сдвоенная строка заголовка, да, может еще и больше. Бог с ней. Главное, чтобы у вас порядок расположения вот этих значений, ну, в данном случае месяца, в обеих или там в большем количестве табличек был одинаковым. Тогда просто в этом случае, как мы поступаем? Мы, как и всегда, выделяем эту первую ячейку для результата и отправляемся в окно консолидации. Ну, я сделаю вид, что у меня здесь не было. То есть я удаляю старые диапазоны, потому что они все равно неверные. И вот в этом случае мы тогда поступаем следующим образом. Мы выделяем наши исходные данные в каждой из этих табличек, но не прихватывая при этом сами заголовки. То есть мы выделяем, начиная, ну, как бы с Москвы, да, то есть нашего критерия, и включая сами значения. Заголовки, которые находятся выше, они могут быть сформированы, ну, для наглядности, да, потому что так человек обычно не работает. Для наглядности там есть представление результатов хоть в 2, хоть в 3, хоть в 10 строк, это уже не столь важно. Говорим «Добавить» и аналогичным образом выделяем второй диапазон. И также говорим «Добавить». Но только теперь мы же с вами не выделяли заголовки, поэтому в этом случае нам следует убрать флажок подписи верхней строки. Как вы понимаете, значение левого столбца стоит оставить, потому что, во-первых, и количество позиций, в данном случае городов, может быть, разное, и порядок их расположения, чтобы все правильно у нас обработано. И вот теперь, когда мы уже выполним «Ок», у нас с вами действительно правильно будет по каждому месяцу посчитано. Но, как ни сложно догадаться, здесь только стоит, что потом сделать, к примеру, при необходимости добавить строчки. И дальше вы уже просто можете сами из любой таблицы взять и скопировать этот самый заголовок. И тогда реально у вас получается абсолютно корректно посчитаны данные, обработанные консолидацией, даже несмотря на то, что в ваших исходных данных, в заголовках, это единственное, где они могут быть только в заголовках, находятся объединенные ячейки. Цифры легко можно проанализировать, посмотреть у каждого свои, и вы отчетливо увидите, что он действительно сложил то, что нужно. То есть практически можно сказать, что это единственное исключение при объединенных ячейках, которое можно без всяких лишних действий сделать, сразу выделив их без заголовка. Но еще раз повторюсь, порядок расположения столбцов в каждой табличке должен быть тетелька в тетельку одинаковым. Напомню, что если вдруг иногда случается, что вам нужно сделать консолидацию по двум столбцам, он у нас всегда работает по левому крайнюю. Тогда просто имеет смысл что делать? Добавлять столбец, и в этом столбце с помощью обычной операции сцепить конкатенет или end person делать объединение. Если вы потом хотите разбивать, то лучше делать объединение через не пробел какой-нибудь, а какой-нибудь нестандартный символ, который там нет. Чтобы потом, когда вы получите результат, можно было даже обычной командой разбедения текста по столбцам все на свои места обратно расставить. Поэтому объединенные ячейки, в целом, конечно, я всегда говорю, что это зло в Excel, но иногда при подобных вещах с ними можно легко совладать. Ну и, например, наш пятый листик. Пример пятый. Здесь он нас встречает абсолютной пустотой. Ну и, наверное, для тех, кто также со мной выполняет, мы будем тогда для нашего удобства делать консолидированную табличку прямо с самого начала, то есть с ячейки А1, чтобы аналогичным было все потом в формулах легче проверять. Ну, сперва наша первая простая задача. Как вы можете видеть, следом идут четыре листа. Ну, первый, второй, третий, четвертый кварталы. Здесь шоколадки. Ну и, возможно, кто, если обучался там на Excel второго уровня, мы такие шоколадки обычно с вами консолидируем. Вот мы их сейчас консолидируем, а потом дорешаем, чтобы увидеть, что действительно нам нужно, если сделать подписи именно названия листов, то эта задача не из разряда невозможных. Все возможно, только нужно немножечко потратить время. Ну, опять же, идем в окно консолидации, находясь на листе пример 5, например, первая ячейка, и отправляемся в данные консолидации. Ну, зума нас вполне устраивает. Курсор уже находится в поле ссылка, и мы переходим на первый квартал. Ну, напомню, один из достаточно быстрых способов выделить таблицу, можно поставить курсор в любую его заполненную ячейку и с клавиатуры нажать Ctrl-A. Ну, по принципу Select All, выделить все. Правда, иногда бывает так, что вроде бы на листе больше ничего нет, но вы нажимаете Ctrl-A, и он выделяет весь лист. Ну, тогда и серия программы не поняла вашего диапазона, и придется выделить, либо используя мышку, либо используя комбинацию клавиш, Ctrl-6 стрелочки. Так, добавить. Затем переходим на второй квартал. Можно сразу нажать Ctrl-A, он уже выделяет, говорим добавить. На третий, опять все выделяем, добавить. И то же самое сделаем с четвертым. Ну, как несложно видеть, а мы единственное на них не посмотрели, но смотрите, я легко сейчас сделаю. Вот на четвертом квартале у нас идет номинование товара, количество доставок, объем партии. А если я даже на время перебегу на какой-нибудь третий квартал, то здесь на втором позиции идет объем партии, а на третьей количество доставок. Ну, и на предыдущих листах, в общем-то, там так же. То есть у нас три таблички, они полностью совпадают по расположению столбцов, а вот на четвертом квартале у нас вначале наоборот количество доставок, потом объем партии. И, как я уже сегодня говорила, если у нас название столбцов одинаковое, то не имеет значения, на какую последовательность они располагаются. Второе, третье, пятое. Также напомню, если в одной таблице будет, например, два столбца с данными, в другой три, в третьей четыре, значит, на выходе вы получите столько столбцов со значениями, сколько разных заголовков. Ну, вот как мы видели, 14 и 15. Так, теперь ставим обязательно галочку подписи в верхней строке. Другими словами, вы программу заставляете читать заголовки. Найдет объем партии, неважно, какой он будет по позиции, там его и обработают. И также ставим значение левого столбца. Ну, и пока давайте просто скажем «Ок». Тогда мы сейчас действительно получили весь список. Ну, если сделать пошире немножечко столбцы, то в целом вы сейчас видите, что вместе со строкой заголовкой у нас 33 строки. Однако, если вы заглянете на лист первый квартал, или, например, вы видите 20, да, вместе с заголовочком всего строк, там на втором квартале 22 строки, третий там 24, потом 26. То есть не было у нас ни одной таблицы, где было, включая заголовочек, 33 строки. Естественно, он собрал полный список всех номинований, где кого сколько раз встречал, столько раз мы получили. Но в этом случае у нас с вами, опять же, данные, которые мы получили на текущий момент. Если в источнике хоть что-то будет меняться, то нам реально нужно просто, по сути дела, старые данные удалить и построить новые. Но сейчас давайте, чтобы они нам не мешались, мы эти полученные данные тоже выделим и удалим. И теперь также вернем, поставим курсор в первую ячеечку А1. И еще раз зайдем в окно консолидации. Так как на этом листе мы с вами уже выделяли данные, то в результате у нас действительно получается все уже на своих местах. Ну а при необходимости любые диапазоны можно всегда удалить, добавить и так далее. Но к тому, что есть, мы еще добавим с вами флажок «Создавать связь с исходными данными». Еще раз повторюсь, что связь работает только при условии, если ваши источники находятся на другом листе от вашего консолидированного ответа. В противном случае связи построить нельзя. Неважно, они могут там все быть на разных листах, на одном, но главное, что не там, где вы строите ответ. Итак, говорим «Окей». Когда мы просим с вами консолидацию построить вместе со связями, то в результате, если вот сейчас просто посмотреть, не обращая внимания на нумерацию строчек, то в принципе мы получили приблизительно то же самое. То есть вот если выделить, например, данные первого столбца, он нам пишет количество 32. Ну а до этого я говорила, что у нас 33 строки, но это включая заголовок, а здесь же нет значения. Так, то все на своих местах. Только сейчас мы уже не видим такую нормальную нумерацию, она у нас прерывистая, да, за счет чего? При создании консолидации со связью у нас с вами всегда создается так называемая структура или группировка строк, потому что столбцов тут у нас не получится. Так вот, если вы нажмете на цифру 2, вверху, да, у нас там 1, 2, то в результате мы будем с вами видеть следующее. В столбце А располагаются наши все номинования, то есть они как там были, так и остаются. В столбце Б у нас располагаются, и как несложно здесь видеть по названию, это не что иное, как название нашего с вами файла. То есть программа, к сожалению, не дает нам никаких возможностей выбирать, но она всегда нам, если мы делаем со связью во втором столбце, отображает название файлов. Это более привлекательно, когда мы берем с вами данные из разных файлов. Но если у нас все источники находятся в одном файле, то эта информация вообще не несет никакой ценности. Но, к сожалению, как вот многие всегда в этом случае хотели бы прямо здесь сразу видеть там первый квартал, второй, третий, ну как у нас название листов, да, название городов, сама программа этого делать не умеет. И наша задача вскоре будет как раз доработать это, что называется, маленькое недоразумение и уметь в дальнейшем при необходимости это доделать. Ну и еще я напомню, что когда мы делаем со связью, то у нас здесь не просто значение, а именно формула. То есть вот даже если я щелкнула в ячейку С2, то я вижу, что это он берет значение с первого квартала из ячейки В2. Если я щелкнула, соответственно, ниже в С3, то он показывает, что он уже взял данные с третьего квартала ячейки В2. Еще ниже он показывает, что это четвертый квартал ячейки С2. То есть вот так вот даже, ну скажем так, чуть-чуть сейчас пощелков, можно смело сказать, что наши оленки не было во втором квартале. Ну, некоторые говорят, а может они там располагаются иначе. Поясню. Вот здесь, когда в окошке консолидации вы выделяете, вы можете выделять как угодно. Но он их всегда располагает по названию листов, по алфавиту. Поэтому здесь они тоже получаются у нас по алфавиту. И при таком названии листов, естественно, раз есть пропуск второй позиции, значит смело говорим о том, что этих данных там у нас нет. И, соответственно, там, где у нас строка просто аленка, мы имеем сумму этих ячеек. Здесь три ячейки, там ниже четыре. Ну, в общем, где сколько, столько мы и получили. Соответственно, если в этих источниках будут данные меняться, то у нас здесь тоже будут меняться. Но напомню, если у вас будут меняться как только значения вот этих числовых данных, то все будет шикарно работать. Но если вдруг у вас будут меняться здесь, добавляться строчки, столбцы и так далее, то реально вот эту самую консолидацию нужно будет удалить, которую вы получили, и заново построить, чтобы он заново прописал все эти номинования и, соответственно, посчитал. Ну, а теперь как сделать подпись? Пусть пока он остался в ЦБ, мы немножко порепетируем, что называется, в стране. Откуда мы можем вытащить название листа? Из окна консолидации мы с вами, скажем так, как пользователи, ничего стащить не можем, потому что сюда мы можем только прийти, выделить, поставить галочки. Значит, остается что? Только информация из наших ячеек. То есть, по идее, название листа, ну, обычно у нас заключается с вами во что? Ну, во всяком случае, насчет апострофов тут я не могу со стопроцентной уверенностью сказать. Правильно? Почему? Потому что апострофы появляются только тогда, когда в названии листов, ну, не сплошное написание, да, там пробелы есть, вот такие вот вещи. Но во всяком случае, уж то, что, а восклицательный знак – это четкий признак того, что у нас берутся данные из другого листа. Ну, в крайнем случае, если даже при обычном написании, да, где-то, если вдруг вы бегали там с одного листа на другое, он в какой-то момент написал, ну, вы просто получите название текущего листа или скорректировать. Так вот, значит, получается, нам нужна какая-то формула, функция, да, которая сможет не значение нам подставлять, как обычно, когда мы ссылаемся, да, а сделать вот это вот содержимое, наше формула, которое мы видим в строке формул, именно с ответом, то есть значением. И такая функция у нас в Excel имеется. Давайте вот справа здесь, прямо в ячейке, пусть будет Е2, воспользуемся функцией. То есть, как всегда, мы выбираем с вами равно. И функция называется так, ф.текст. Как вы видите, набрав букву ф, вы сразу видите первую функцию, у вас называется ф.текст. И она вам четко говорит, что возвращает формулу в виде строки. Это вот как раз то, что нам в первую очередь с вами и нужно. Мы сейчас сначала сделаем поэтапно, а потом все это превратим в одну формулу. Ну, кто же будет делать так поэтапно, да? Значит, мы тогда выбираем ф.текст. И, как вы понимаете, все, что нужно сделать, это сослаться на ячейку, в которой есть ссылка на другой лист. Например, объем партии. Все. Это все, что нужно для работы этой функции. Мы завершаем формулу. И вы видите, то, что мы обычно видим с вами в строке формул, да, мы теперь видим как ответ по функции. Так. Теперь получается, что нам нужно сделать. Нам нужно взять и вытащить все, что находится до восклицательного знака. Согласны? Слева от восклицательного знака. Это как раз и есть название листа. Ну, только единственное, что мы еще должны проигнорировать, это апострофы, да, и, соответственно, знак равно. Ну, тут могут быть разные варианты, просто иногда мы ищем только восклицательный знак, да, иногда мы можем искать апострофы, ну, в крайнем случае придется, как обычно, так будет, если еще добавить. Ну, давайте разберем в таком варианте. Ну, например, предлагаю для разнообразия поискать первый апостроф, да, ну, к примеру, и, допустим, наш восклицательный знак. Чтобы найти первый апостроф, нам тогда нужна функция какая-нибудь одна из двух. Либо найти, да, либо функция поиск. И та, и другая находит символы, да, разница ни в чем. Одна ищет с учетом регистра, другая без. Тогда мы берем, например, там, я возьму найти. То есть сейчас, еще раз повторюсь, не имеет значения, что вы возьмете найти или поиск, ну, соответственно, там find или search. Так, искомый текст – это то, что мы с вами сейчас будем искать. Так как мы пишем с вами, ну, как бы не в окошке функции, то напомню, что любые текстовые значения, которые вы вводите из клавиатуры, должны быть заключены в кавычки, за исключением только цифр, да. Так, значит, тогда в обычных наших кавычках мы с вами вводим этот одинокий апостроф. Ну, конечно, так вот, когда смотришь, это выглядит нечитаемо, да, то есть кавычки, две палки, что называется, апостроф одиночный и потом еще две. Но главное только не ввести пять одиночных. Выглядит одинаково, но эффект разный. Так, дальше у нас с вами второй аргумент – это просматриваем текст. То есть где мы ищем? Сейчас мы это ищем в ячейке E2. Ну, а начальная позиция, так как мы ищем первое вхождение, то, в принципе, это будет первая позиция. То есть, другими словами, ее можно не задавать, по умолчанию она так является единичкой. То есть завершаем формулу. Enter, Ctrl, Enter. И в данном случае, естественно, нам говорят правильно, что это вторая позиция. Ну, отчасти по поводу вот есть апострофы или нет, да, можно даже вот воспользоваться поиском. Если вы позицию апострофы находите, значит, они у вас где-то есть. Если нет, значит, нет, да. То есть тут просто можно, если прописать, что если апострофы, ну, позиция найдена, тогда мы делаем так. Так, а иначе, например, мы сразу берем, просто начиная со второго символа. Так, ну, давайте по соседству еще возьмем, например, с вами и найдем, ну, восклицательный знак нам сейчас так будет, да. Ну, давайте найдем восклицательный, потом просто как вариант, на всякий случай, как бы напомню, как можно найти вхождение во второй раз. Тогда опять возьмем, например, то же самое найти. И по аналогии расскажем, что мы ищем с вами, ну, теперь уже восклицательный знак. То есть также его заключаем в кавычки. И рассказываем, в какой ячейке нужно ввести поиск. У нас это по-прежнему пока ячейка Е2. Ну, дальше как бы с учетом копирования все будет на своих местах. То есть теперь, например, мы с вами там получили, допустим, там, вторая, восьмая позиция в данном случае, да. Ну, и в принципе, как вы можете понимать, мы можем уже, если мы знаем, с какой позиции по какую нужно забрать символы, то мы можем воспользоваться. Ну, обычно, когда мы извлекаем с вами символы из какого-то содержимого, то мы можем использовать одну из трех функций. Это, напомню, левые символы, да, лев симв, правые символы, прав симв. И есть еще у нас функция, которая позволяет брать, ну, либо слева, да, либо с какой-то уже определенной позиции. Потому что счет все равно идет всегда слева направо. Это функция PSTR. Или в англоязычной версии это функция BID. Вот нас сейчас как раз, как вы понимаете, будет интересовать функция BID. Потому что лево мы тогда, ну, условно говоря, можем избавиться от адреса ячейки, но нам это все равно ничего не дает, да. Так, тогда мы берем с вами функцию PSTR, под строками. То есть взять символы, начиная с какого-то конкретного и рассказав, сколько символов. Так, наш текст, как несложно заметить, это будет как раз-таки ссылка на ячейку E2. Начальная позиция – это та позиция, с которой нам уже прям следует брать символы. Вот мы с вами определили позицию апострофа, да. Например, мы сейчас сошлемся пока на эту ячейку E2. Но если мы оставим начальную позицию вторую, то именно со второго символа он и будет нам выдавать ответ. Ну, другими словами, мы будем получать апостроф и дальше уже следующие символы. То есть помните, здесь всегда мы получаем позицию, если нам надо после, там, до, да, по ситуации, то просто мы с вами уже искусственно что делаем? То прибавляем единичку, то вычитаем. Ну, чтобы сдвинуть, как бы, указатель на позицию влево или на позицию вправо. То есть в данном случае мы тогда говорим с вами, там, плюс один. То есть мы знаем позицию апострофа, нам нужно брать, начиная со следующего символа. Так, точка запятой. И вот теперь мы должны с вами рассказать, а сколько конкретно знаков нужно забрать, да. Ну, с одной стороны, вот, если, например, все так прям, как у нас сейчас здесь, ну, предположим, там, один КВ, два КВ, три, тут можно вообще просто посчитать, да, и написать. Но ведь могут быть разные слова, да, по длине. И тогда нам нужно посчитать как. Ну, как несложно догадаться от нашего восклицательного знака, да, позиции его, вычесть позицию первого апострофа. 8 минус 2 мы с вами получаем 6. Есть, но если посмотреть, то у нас символы всего сколько? Цифра, пробел КВ, то есть всего 4, да. Но ведь в каждой этой позиции мы это получаем, начиная с этой позиции, а берем со следующей, да. Здесь также мы получаем следующую позицию, а брать нужно предыдущую. То есть я намекаю на то, что нам с вами здесь по идее надо было от одной позиции вычесть единицу, от другой позиции вычесть единицу. То есть в итоге вычитаем 2. Откуда двойка взялась, понятно? То есть так как мы всегда знаем, ну, как бы следующий по идее символ, да, нам нужен то следующий, то, наоборот, как бы то нам нужно следующий, то мы знаем следующий, да, то нам вот эти два символа как раз лишних нужно вычесть. Ну и, соответственно, завершаем. И если, например, сейчас даже скопировать нашу формулу, то в результате, ну, естественно, сейчас не везде у нас пока еще ответ, но в целом мы видим, да, что у нас получается, Аленка, первый, второй, четвертый, ой, первый, третий, четвертый квартал, да. Ниже вдохновение все четыре позиции. Вот, пожалуйста, мы с вами и видим все четыре квартала. Ну, как несложно догадаться, для нормальности, как бы, ответа, здесь не хватает чего еще? Как и всегда, если ошибка в таком случае, да, и в error. То есть тогда перед постсотера можно смело взять и добавить функцию если ошибка. Она прекрасно справляется с любыми видами ошибок и ND в том числе. То есть начало формулы мы добавляем если ошибка, уходим в конец формулы и через точку запятую, как правило, да, иногда бывает и запятые, то есть тут уже кто какой символ видит в подсказке, мы с вами укажем то, что нам не будет мешать для класса. То есть двое подряд, то есть пара кавычек, кавычки, кавычки. Завершаем формулу и теперь можно обновить эту формулу и как бы в последнем нашем столбце уже будут нормальные результаты. Или как вариант, как вы понимаете, можно вместо кавычек подписать, чтобы было понятно, что это итого, да, там, итого всего, как бы по каждому номинованию. И тогда у нас с вами реально будет писать первый, там, третий квартал и то го. Первый, второй, третий, четвертый и то го. То есть по идее, ну, только теперь надо это все еще старательно собрать в одну формулу, да. Это можно смело потом сделать вместо данных столбца B, потому что он, назовем его так, бестолков, да. Вот. И, собственно говоря, потом можно будет от этого всего избавиться. Но вы для себя можете оставить это, чтобы, как вариант, вы могли потом подсмотреть, да, если нужно поэтапно. То есть по идее, как здесь несложно догадаться, вместо EO2 у нас все время должна быть эта формула, да, включая вот эту. Ну, а вместо G2 у нас должна быть эта формула. Ну, вот, чтобы, наверное, попроще на нее смотреть в дальнейшем, потому что если одну вставить, другую в третью, ну, так вот, когда на нее с первого раза смотришь, ну, как бы не читаем, да. Давайте мы еще один такой приемчик проделаем. Ведь мы можем писать формулы в ячейках, да, ну, делать как вспомогательное вычисление, а можем взять и какой-нибудь, ну, короче, создать имя, да, и это имя задействовать. То есть у нас будет вот эта, например, формула, ссылка там на ячейку, вот этот F, T, X, C, 2, да, каждый раз там везде. А мы, например, просто назовем ее там, ну, не знаю, там, адрес, да, или там, не важно, там, лист, да, ну, то есть свое какое-то название и к нему будем обращаться. Значит, ну, если кто с именами работал, то какие-то задачи очень удобно с ними решаются, какие-то менее удобно, но тем не менее. Где мы это делаем? Например, вкладка формулы. Где у вас сейчас находится курсор, это не имеет значения. Мы берем вкладку формулы, и здесь у вас есть диспетчер имен. Или вот быстро с клавиатурой вы всегда сюда можете попасть, используя комбинацию клавиш, ctrl-f3. То есть формула диспетчер имен или ctrl-f3. И говорим создать. Ну, давайте, чтобы нам покороче, мы с вами, ну, кратенько имя напишем лист. Можно написать хоть имя листа, но единственное, помните, что здесь тоже не могут быть пробелы, и имя всегда должно начинаться либо с буквы, либо со знака нижнего подчеркивания, либо с обратного слэша. Что касается последних двух, это не очень удобно для просмотра, а вот с буквы, пожалуйста. И тогда что мы здесь делаем? Внизу, где у нас диапазон, мы ставим равно. То есть здесь может быть ссылка на ячейку, на диапазон, да, чтобы просто не каждый раз его выделять, а быстро к нему обращаться. Или здесь может быть любая абсолютно формула. Вы можете хоть сто имен создать, между ними считать, и потом в конечном итоге всего лишь одна ячейка, типа вот ответ и все. Так, когда нам что нужно? Нам нужно здесь подписать нашу функцию, то есть f.text. Ну, если вы обратите внимание, я специально оставила курсор в ячейке, где как раз эта функция, ну, чтобы вам тоже было видно. Так, открываем скобку. Помните, что в таких окнах нам Excel никаких подсказок по синтексе не дает, то есть тут по памяти, или если что, можно даже и скопировать, да. И мы ссылаемся с вами на первую ячеечку, на ячейку C2. И вот здесь нужно обязательно обратить внимание на то, что у нас с вами ссылка всегда ставится абсолютной. И тогда, потом, когда мы будем здесь формулу-то копировать, он всегда на эту C2 только будет смотреть, да. А нам можно как? Оставить даже зафиксированной столбе C, но строка точно должна меняться. Ну, либо вручную там поставить курсор перед долларом, либо клавиша F4, смена типа ссылок нам поможет. И скобочку закрываем. То есть и в F-текст, в именах он всегда пишет название листа, как бы, потому что он должен ориентироваться. Так, все. Мы назвали лист. Ну, как вы понимаете, как угодно, хоть там АА, ББ называть. Главное, чтобы не совпадало с названием ячеек, да. И буквально. Окей. И закрываем это окно. Ну, а теперь давайте будем писать формулу в этой ячеечке B2. То есть мы теперь попробуем ее собрать сразу. То есть мы с вами, для того, чтобы получить в конечном итоге там первый квартал, ну, если ошибка, потом подпишем, да, брали функцию PCTR. Давайте также ей воспользуемся. То есть равно PCTR. Текст. Это наша ячейка, правильно, где формула. То есть до этого мы с вами как поступили? Мы взяли и сослались на эту ячейку E2, да. Но теперь мы, по сути дела, значение этой ячейки, ну, как бы вот формулу, мы взяли и запомнили за именем лист. Поэтому вы можете руками написать лист или, как вариант, нажать, например, с клавиатуры клавиши F3. Он всегда вам предложит имена. И, соответственно, выбрать. Ну, это чтобы не было печаток. Но если вы прекрасно помните, с какой буквы, вы также можете начинать писать, и программа вам четко покажет подсказочку. Так, точка с запятой. Теперь начальная позиция. А начальная позиция – это у нас с вами апостроф. Правильно? Соответственно, тогда что мы с вами сделаем? Мы здесь должны добавить функцию найти либо поиск. Ну, я опять возьму найти. И, как и прежнее, мы с вами говорим о том, что мы будем искать апостроф. То есть в кавычках вводим апостроф. И рассказываем, где будем искать. То есть искать мы с вами где будем? А5 в нашем именованном, именованной, как бы, ячеечке, да, именованной формуле. Напишем снова лист. Или клавиши F3, и вы выберете из списка. То есть когда он видит, естественно, вы нажимаете F3, и если имена есть, он вам всегда предложит в этом списке. Ну, единственное, когда можно не предложить, если вы сказали, что это имя действует только в рамках этого листа, тогда уж, допустим, сами используйте его с другого. Так, сколько закрываем, да? И там мы с вами еще говорили плюс 1, да, потому что мы найдем позицию вторую, а брать нужно, начиная со следующего. Говорим плюс 1. Точка с запятой. И теперь нам нужно вычислить количество знаков, да? А это у нас, мы вычитали позицию восклицательного знака, например, да, минус позицию апострофа и минус 2. Поэтому мы опять говорим с вами найти. Вводим с вами в кавычках восклицательный знак. Его мы разыскиваем. Говорим, что ищем опять где в нашей... Вот видите, я начинаю L писать, да, в подсказках среди перечной функции со своими значками такими желтыми, типа как примечания, они по алфавиту тоже располагаются. Причем, видите, есть функция лист, да, она просто звание места показывает, и все. Не название листа, она показывает, какую им по счету в файле. Ну, то есть вот для таких задач абсолютно не годится, иначе бы мы, конечно, радостно ей воспользовались. Да, то есть я выбираю имя лист. И вначале закрываю у найти, да. Дальше мы говорим вычитаемы. Что мы вычитаем? Тут можно уже даже не писать, а скопировать позицию нашего апострофа. То есть найти предыдущее. Давайте я вот так вот формулу разобью. Разбить формулу в строке формул, да, вот, ну, как ступенчиками. Если что, это комбинация клавиш Alt-Shift. Ну, как вот ввод данных в одну строку в несколько. Ну, вот тут Анна сразу спрашивает, можно ли именовать имена из другой книги. Дело все в том, что имена, они у вас служат для работы только в рамках этого файла. В каждом файле свои имена. Просто если, например, у вас будут данные, вот даже представить консолидацию, да, из других файлов, у вас же будет здесь все равно формула, а дальше уже вы будете работать в этом файле. То есть это как бы не будет накладывать ограничения. А так вот мы, когда работаем, то мы можем использовать только имена текущего файла. Если вы берете ссылку там на другой файл, где было имя, он всегда будет писать именно адресом полностью. Ну, то есть там путь, название файла, название листа, там адрес ячейки. Имя из другого файла вот так вот напрямую в формуле вставить вы не можете. То есть максимальная зона действия для имени – это только текущий файл, не больше. Так, то есть мы, и еще мы должны с вами, говорили, вычесть два. Ну, и если никто ничего не наврал в скобочках, ну, по идее, найти красный открылась-закрылась. Ну, у кого здесь там десятая версия, у вас зелененькие. Также здесь открылась-закрылась. Ну, и конечная, как и первая скобка у нас в Excel всегда черного цвета. Спасибо им за это. Вот, понятно, пора заканчивать или еще надо писать. И тогда вы видите, ну, уже такая, скажем так, попроще формула. Ну, если вообще хочется, можно, конечно, и здесь даже от этого еще избавиться. Ну, и тоже именами. Но, наверное, это уже отчасти как лишнее. Ну, и опять же, что остается? Если мы сейчас скопируем у нас знач, да, и даже здесь мы также добавим, если ошибка. Ну, и, например, я в противном случае подпишу, что и то, го. И тогда у нас отлично сразу это будет заполняться. Тогда получается уже такой, ну, наглядный доработанный вариант. То есть, что в первом квартале, там, в третьем, в четвертом, там, Аленка и то, го. То есть, ну, как вы понимаете, вот это все вот такие промежуточные рассуждения. Ну, я говорю, вы себе можете оставить то дело, чтобы потом. А так вот реально, я сейчас просто, чтобы они не мешались, вот так обесцвечу, типа. Но, как вы понимаете, наша формула, она не имеет никакой привязки к этим вариантам. Она вот работает именно в таком варианте. Ну, и я также здесь обещала показать, на всякий случай, если, например, нужно найти второе вхождение, да, тогда как, вот если я хочу найти из этой текстовой чеки, ну, я на этой покажу, позицию вот этого второго апострофа, да, тогда мы просто опять берем, например, и... Неудачно, да, цвет белый? Так, значит, я тогда беру опять найти. Соответственно, искомый текст мы по-прежнему ищем с вами апостроф. Где мы его ищем? Мы его также ищем, ну, в нашей текстовой чеке. Ну, или даже если сейчас воспользуется имя лист, это тоже будет, ну, как бы абсолютно правильно. А вот теперь у нас есть еще третий аргумент. С какой позиции мы ищем? И, как несложно догадаться, если мы опять скажем, что мы ищем его, ну, как бы с первой позиции, то есть ничего не укажем, то что у нас произойдет? Мы найдем ту же самую первую позицию, да, то есть мы не сдвинемся никуда с места. А нам нужно как-то заставить его искать с другой позиции. Тогда как это можно сделать? Ну, на самом деле несложно. Если мы уже с вами как бы знаем позицию, да, то нужно начальную позицию заставить его искать откуда? Не с нее, а со следующей. Значит, как несложно догадаться, здесь внутри, можно опять скопировать, должно появиться такое же найти. На скобочку нужно закрыть плюс один. То есть мы говорим, что мы ищем вот этот вот апостров, опять же, в некой ячейке, но не с первой позиции, а со следующей позиции после, ну, как бы уже первой найденной. Соответственно, как несложно догадаться, если где-то нужна третья, значит, получится это, потом вот это. Ну, то есть вот так потихонечку они, как матрешки, будут друг к другу вкладываться. И закрывая скобку. И тогда уже позиция седьмая. И тогда бы в нашей формуле здесь, где мы вычитали с вами два, было бы уже вычитание бы единицы. Поэтому, ну, здесь иногда бывает просто даже примитивно прикинуть, посмотреть. Во всяком случае, если в какой-то момент вы там забыли что-то вычесть, вы получили ответ, видите, лишний символ, да, там справа. Ну, соответственно, надо взять на один там покороче. Или если вы берете на один раньше, значит, надо сдвинуть указателя мыши в нашей формуле на еще позицию. Поэтому в целом, вот если говорить, получается, мы можем через, ну, как бы простые текстовые функции, да. Но единственное, вот мы до этого момента с вами обычно нигде никогда не разбираем эту функцию «фтекст». Ну, кстати, о ее существовании тоже знают далеко не все, ну, потому что до буквы «ф» не все доходят. Вот, но, тем не менее, видите, она может быть нам зачастую полезна, чтобы понимать, откуда мы берем данные, да, не вручками там подписывать, а уже сославшись на ячеечку, мы можем где-то сделать. Ну, а если названия нет в апострофах, да, например, все там, тогда, как вы понимаете, находите просто позицию восклицательного знака, да, и на вопрос «Сколько брать?» вы говорите «Со второй позиции, да, восклицательный знак на минус 2». Ну, вот, и в результате вы тогда будете брать то, что там есть. Ну, единственное, опять же, когда, если данные будут меняться, вы вынуждены будете это удалить, ну, как вариант, можно, в принципе, и эту всю формулу запомнить в имена, да, а потом просто, когда надо, сразу равно это имя и, соответственно, получать. Если понятно. То есть можно вот так вот взять, сказать здесь, например, копировать, и прийти еще разочек в диспетчер имен, и, ну, не знаю, там, допустим, напишу, что-то, допустим, там имя листа. И, как мне сложно догадаться, здесь должно быть вот эта могучая формула. Окей. Ну, и, честно, с экспериментом ранее, да, я добавлю еще одну колоночку, скажу «равно» и напишу имя листа. Видите, она уже знает, откуда ей даже брать, да. Ну, я завершаю, и, как вы видите, так это вообще выглядит. Не надо вот этого всего угородить, да, пугать человека. Ну, человек-то все равно, когда увидит имя листа, скажет, «О, у меня так было просто», как иногда вот говорят. А в другом файле что-то так не работает. Почему? Ну, потому что имя сидит исключительно здесь. То есть вот с точки зрения краткости на экране, да, согласитесь, так гораздо приятнее, нежели здесь. Ну, или еще другой вариант для любителей ВБА. Это может быть просто все запрограммировано также в алгоритме. И оставлю на функции, например, там имя листа, и аргумент человек просто ссылается, например, там на ячейку. И ему. Или уж если совсем все до конца доделать, то просто это все уже вшивается в алгоритм, да, там добавляется сразу колонка с этой формулой, и вы построили, там, выполнили макрос, и у вас сразу все автоматически подписалось. Но какие бы мы действия ни делали, мы все равно опираемся как на возможность Excel, да, ну, в первую очередь, особенно если без ВБА. И, тем не менее, вы видите, это имеет место быть, и это мы можем с вами выполнить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok